Мы проводим с вами интервью на предмет, что вы здесь делали, зачем вы сюда пришли, как вы понимаете то, что происходит. И по ходу этих интервью я замечаю, что многие из вас вообще в принципе не ориентируются в том, что происходит сейчас и в том, что происходило до. И пытаются мне рассказывать о таких вещах, о которых, собственно, сами понятия не имеют, потому что им сказали просто об этих вещах по телевизору. Так вот, я подготовил небольшую тут нарезку, для того, чтобы мы с вами ознакомились с некоторыми эпизодами. И в принципе я как бы за то, чтобы проводить с вами такие беседы ежедневно, ежедневно давать некоторые материалы, которые вы можете смотреть и просвещаться. Вот, я надеюсь, что это будут делать и дальше. Ну а сегодня у нас такой пробный вариант. Значит, что такое деноцификация, кто-то может сказать? Ну, деноцификация что-то такое, кто-то может сказать? Ну, Путин ваш объявил деноцификацию. Что это такое? Володь, если можно здесь. Вы говорите свободно, так как думаете, да? Вот все интервью, все, что говорили, мы это выпускали, да? И даже там вот вчера... Да, вот у меня даже уже свеженькие есть. Да, ну то есть вы говорите так, как думаете, да? Не нужно говорить так, как мы не думаем, да? Да. Вполне. То есть здесь как бы свободный разговор. Не надо говорить так, как типа мы ждем от вас, что вы сказали. Да, мы ничего не ждем. То есть мы хотим, чтобы это был как бы свободный разговор. Вы со своей стороны что-то говорите, мы со своей стороны что-то говорим. То есть как бы аргумент против аргумента. То есть мы нормально это все воспринимаем. Короче, Путин объявил деноцификацию и демилитаризацию. Про демилитаризацию мы говорить много не будем, потому что, если кто-то не понимает термина, Путин сказал так, у вас есть вооружение, мы идем вас разоружать, Украину. Что само по себе, по моему мнению, если вы можете, конечно, контраргументировать, контраргументируйте, но по моему мнению, само по себе слово демилитаризация, это в исполнении Путина, это как бы фашизм. Почему? Потому что вот мы великая страна, Россия, и мы будем вам диктовать, вооружаться вам или вам разоружаться. Ни одна страна не может другой диктовать, вооружаться или разоружаться. Это неправильно. Демилитаризацию оставим, потому что с ней все понятно, она работает с точностью наоборот, мы наоборот вооружаемся. А вот деноцификация, это же интересная штука. Значит у нас нацизм в Украине. Кто видел нацистов? Ладно, давайте для того, чтобы... Ну никто не верь, я тебе так скажу, сколько, более 50 человек мы здесь разговаривали, еще никто здесь из лагеря не сказал, что он видел нацистов. Если кто-то видел, говорите. Ладно, смотри, я знаю, я знаю, на чем основывается термин деноцификация. И на чем основывается версия о том, что у нас есть нацизм. Что им показывали, что им крутили. Ты говоришь о телеке, да? Да, более того, я это сейчас вам покажу. Пожалуйста. Это нарезка, которую вы сейчас посмотрите, взята мною с канала Кадырова Рамзана. Все знают, кто это такой? Да. Вот на телеграм-канале Рамзана Кадырова появилась вот эта вот нарезка, которую я вам сейчас покажу, которая вначале, обратите внимание, там написано, я думаю, вы сами прочитаете уже. Есть ли нацизм или фашизм на Украину? Помните, да, все эти видео? Вам же их показывали. Нет? Ну, девочку, которая там живут с ножом. Нет. Помните, видите? Нет, ну, как бы этими кадрами представляют, как бы показывают, что в Украине нацисты, да? Да, и вот здесь, в 40 миллионах, это нацисты, да? Да, кто-то видел одни кадры, другие кадры, но эти кадры, так или иначе, мне некоторые вспоминают. Эти кадры, это с лифтберона? Давайте посмотрим. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и тут все. Как бы в конце этого ролика на канале Кадырова, который был опубликован, четко сказано, не надо сломать. Да. Если не надо... Да, да. Как бы задается вопрос в конце, он тут как бы ответ уже сам по себе очевиден. Есть ли нацизм в Украине? Ну, по ходу после этих кадров, ну, конечно, уже есть, да, то есть, что-то тут уже скажешь. Спрашивали ли эти кадры фальсифицированы? Некоторые, безусловно, взяты просто непонятно откуда, то есть, я вообще сомневаюсь, что они из Украины, но не в этом смысл. Потому что некоторые из этих кадров действительно настоящие. И этого никто не скрывает, не пытается скрывать. Но давайте посмотрим другую нарезку. Просто точно такую же. После того, как на канале Кадырова появилась эта нарезка, я взял оттуда музыку. Я взял оттуда, я даже логотип наложил такой, как у него. И сделал следующую нарезку. Слава России! Смерт Хакуару! Поддерживаешь эту операцию? Слава Путину! Слава Путину! Слава Путину! Слава Путину! Слава Путину! Слава Путину! Да! Поляк Tetris! Тут же его нарезку! Да! Играют! Ну templates! Слышите! Вся-our! Мне пов height! Хейсринцы! Только русски эта смаша будет hunter! Прятым, расистц Dell'' bilder в филдерах ând. я нацист то есть вы сами могли увидеть что эти кадры из россии ну это движение такое насколько я понимаю ультрас но и в одессе это больше связано с футболом но это как прикрытие на футбол ультрас это болезнь на всех постсоветских стран я так думаю смотрите давайте немного поговорим ультраса хорошо да вот я так понимаю что вы любите футбол я так же очень люблю футбол и когда я учился на западе да я ходил на стадион большой да это было стадио олимпико рим там тоже были ультрасы в европе борется с нацизмом правда же борется да они это помнят вот ультрас и там нацизм или фашизм это никак не отдашь то есть это спортсмены то есть это нету знака равенства если даже где-то там есть признаки фашизма или нацизма они очень скрытые то есть например за пять лет учебы в италии я буду я просто объясняю почему это было я ни разу не видел чтобы кто-то говорил что ультрасы итальянские рома да это столица что они фашисты то же самое в украине ультрасы это фанаты да грубо говоря даже русские фильмы которые были да там около футбола и так далее никто же не говорит что это фашисты или нацисты да а ультраса ультрас это просто спортивное движение да они радикальные да они там бьются и так далее это как бы ну целая культура субкультура можно сказать да пожалуйста да ну я собственно говоря не отрицаю того что у ультрас действительно есть какая-то какие-то подозрительные иной раз татуировки иной раз подозрительные некое некие слоганы я совсем о другом я говорю о том что мы так что вам показали что вот ваш путин да ну ваш как россиян который объявил деноцификацию он спокойно мог бы объявить эту деноцификацию у себя в россии согласен это это находится в каждой стране беларусь и украина россия это пропагандисты скажем так радикальных этих фашистских взглядов нацистских взглядов они есть везде правильно и я собственно говоря вам откровенно показал то на резку которая опубликована на канале кадырова которая должна подразумевать что в украине ну безусловно есть нацизм а значит надо идти на нас войной да и тут же показал точно такую же даже немножко подлиннее раза в два нарезку из россии следовательно как мы можем оценить видео кадырова после этого и посыл я не знаю насчет видео кадырова но с моей точки зрения война вот это началась она не не только из-за нацистских взглядов а из-за чего нация скорее всего это связано с расширением нато я так что не больше не меньше а почему же тогда россия не пойдет сейчас войной на финляндию и швецию они вступили в нато после того как после того как россия напала на украину то есть это не декларативно как у украины это было уж понимаете что там нужно согласие всех членов альянса а как минимум франция и германия говорила что украину принимать туда рано говорила еще до этой войны это не секрет украина выходила из содружества независимого государства которым как вроде бы заключение было такое что не не вооружаться там наверно за счет других стран я так понимаю вы так думаете ли вы в этом уверен я так думаю понял давайте говорить о том что мы знаем точно вот например мы знаем точно что был будапештский меморандум в котором россия четко задекларировал годовщина кстати было 5 декабря подписание будапешт меморандума в котором россия четко задекларировал что она не только не имеет права вторгаться на территорию украины но и должна защищать ее от вторжения в связи с чем украина разоружилась нужно это и есть защита это защита от чего я так не могу точно утверждать давайте 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 от чего защита давайте влияние наверное зарубежных стран я так думаю то есть вы считаете что россия может диктовать украине как куда иметь и с кем разговаривать и что делать это не я считаю это они наверно давайте давайте что считаете вы вот конкретно всего сейчас я не могу утверждать ничего не могу потому что уже девять месяцев вне поле информации черпать и не ни с чего а за за девять месяцев ничего не изменилось хорошо кто подожди кто да да швец мы же этого не знаем это проблема в том что с вами не проводят у таких вот беседа они уступили давайте вот еще когда украина начала вооружаться вот вот первые шаги которые после распада советского союза начались вот когда реально украина начала вооружаться больше разоружаться вооружаться вот вы говорите что вот да что чтобы как бы защищать чтобы украина не разоружала защитить ее от других стран да вот вы это сказали когда украина начала делать первые шаги вооружений вот за всю историю независимость я сейчас не могу в четырнадцатом году это все началось да почему вот ваше мнение почему ваш вопрос вооружаться до вооружаться то есть делать вооруженные силы более-менее какими-то нормальными и так далее ну так то да давайте мы потом разберем государстве переворот почему четырнадцатом году украина начала вооружаться через государственный переворот то что вы называете майдана да майдан то что они называют государственный перевод да да то что крым забрали ну как позже это псевдореферендум это был в после майдана в марте месяца вы дайте микрофон человек но уже разговаривали с вами сергей в чем заключается государственный перевод сняли президента вообще стоп подождите как это сняли президент если президент взял убежал в крым то что мы можем оттуда вы знаете откуда узнать ну подождите стоп танки были сейчас под киевом российские зеленский убежал а я вам сравниваю вы горите если бы он не убежал его бы грохнули откуда вы знаете откуда слуганска слуганска смотрите вот мои совпадения да вот там на нацисты там нацисты там ну как говорят как говорят ну картинки просто ну да картинки на основании которых они дело в том что посмотрите даже до 14 года юля тимошенко что говорила донбасс обмотать колючей проволокой это было факт это показание раз по телевизору порошенко во время президентства что ваши дети будут сидеть в подвалах наши дети будут учиться в школах давайте остановимся я прошу вас я просто вам сейчас включу фразу порошенко да ну тимошенко фразу я слышу от вас первый раз извините найду найду фраза порошенко у меня есть она вырвана из канала ну тимошенко это кто вообще депутат а были депутаты которые говорили 3 4 5 я просто не понимаю каком времени какой фразе вы говорите честно не понимаю и она говорила что нужно ударить по донбассу ядерным оружием во время премьерства в четырнадцатом году она была обыкновенным депутатом мы сейчас мы будем играться сейчас слова ну подождите слова есть слова окей смотрите мосейчук сказал про поезда дружбы в крым потом стал впоследствии о чем вообще разговор вышел геноцификации и милитаризация значит вы принципе как бы вы крутитесь во всей этой теме вы а в основном овладеете информацией среди вот здесь основных вот ребят которые здесь сидят это просто работяги в основной массе которые не подготовлены полемику там разводить что нам дует в ухо один телевизор там с той стороны мы смотрели одну информацию здесь мы пребываем в заключении то есть кто как кто военнопленный кто уже срок получил здесь мы смотрим вот один телевизор полчаса то есть информация какая есть такую мы воспринимаем девять месяцев я здесь уже нахожусь и как бы у меня голова вообще ни за что не болит кто прав кто виноват я сижу здесь я хочу домой я попал сюда не по своей воле говорит чего здесь а можно спросить почему сюда попали потому что все на вас мобили загребали всех куча тащились такие как у вас вас же тоже может получать в данный момент многие молодежь почему вы все время говорите про вот вас нас да я вам задал простой вопрос кто вас мобилизовал наши власти ваши власти вы хотели воевать нет значит вас кинули без вашего желания на войну правильно ну значит что к вам пришел русский мир ну правильно никто же не будет отрицать что у вас там правительство пророссийской абсолютно и получает указки оттуда ну значит вас взяли и кинули просто вы живы вы живы а многие такие как вы уже мертвы правильно правильно что хорошего вам принес ваш этот русский мир вопрос смотрите еще как вас зовут напомните владимир смотрите вы с луганска до вас донецка смотрите вы говорите что мы в этом крутимся мы в этом всем понимаем да что тогда я там из владимира я что хочу сказать вы говорите нам заходит в одно ухо второе выходит да но все опевируют одними и теми теми же самими терминами там бомбить донбасс и так далее в одно ухо вам вливали 8 лет или даже больше до альтернативы не было почему мы это все сейчас делаем с владимиром да вот то что вы здесь сидите то что вы здесь сидите то что вас мобилизовали и послали это все следствие вот того всего что вам показывали и мы всего лишь пытаемся дать вот контраргумент дам мы мы просто стараемся поразговаривать да и поэтому мы вот даже спрашиваем объясните что такое деноцификация вы говорите что никто большинство этого термина не понимать да но 24 февраля когда началась полномасштабное вторжение в украину путин говорил о деноцификации и демилитаризации и вы которые здесь сидите который здесь сидите да и пошли вследствие этого и добровольно не добровольно но вы как бы соглашаетесь с этими аргументами если человек за что-то воюет до борется в кавычках он значит понимает идею за которую идет правильно деды понимали идею зачем они воевали понимали понимали правда поэтому мы ставим вопрос ребята вы за что воюете власть пророссийская поставлена на донбассе путин главный значит мы спрашиваем ребята объясните нам и владимиру что такое деноцификация мы понимаем за что воюет в сумму они воюют за свою землю путин сказал что деноцифицирует народ и мы для себя даже хотим понять за что вы воюете и поэтому мы разговариваем здесь понимаете в чем дело мы хотим информацию чтобы она дошла через другое ухо вот вы говорите в одно ухо выходит а мы ставим контраргумент объясните нам в чем дело я провел уже около 500 интервью 500 интервью с вами и я понимаю во все во время всех этих интервью что это вы не обладаете вот другой стороной ухо да у вас она только одна у нас и поэтому вот эти вот групповые общения вот такие вот они как бы следующий этап для донесения информации после тех интервью потому что на интервью я могу поговорить час с одним человеком максимум пять-шесть человек за день а тут мы все сели поговорили хорошенко ну я ж вот каждый ваш аргумент который есть если он у меня есть я могу спокойно вы говорите про эту фразу про тимошенко ну не знаю любомир найдешь им фразу про тимошенко поговоришь хорошо потому что я не уйду парашенко вот эта фраза сейчас полсекунды потому что это эпилог к прошлому сюжету вот жители донбасса вспоминают эту фразу про тимошенко зброю выиграть неможливо кожна куля породжи двох ворогов и кожный день миру когда украинская держава демонстрирует на звольненных территориях что громадяне еще месяц тому спевали осанна псевдо сепаратистскому режиму сьогодні понимают что они отримают тепло они мают светло они нарешті могут отправить детей до школы они начинают отримать пенсии виплаты на потрату кормильца по инвалидности они отримают работу они отримают зарплату а з того боку жіночка доцент Луганского университета имени Тараса Шевченко з якою я бачився 24 месяца тому дзвонит мне и говорит я говорю ну как ваш день проходить я говорю встаю о 5-й ранку это единственная возможность встать в чергу и достояться чтобы взять две банки води бо води немае повертаюся о 10-й після черги залишаю их дома бігу в чергу за хлібом півтори булки хліба бо до двенадцятої до першої хліба вже не буде повертаюся звідти і більше з дому не виходжу бо з другої години починають виходити ці зброї і можуть розстріляти на вулиці будь-кого дорогие мои одесситы це те чого ми з вами позбавилися дякуючи вашей мудрісті дякуючи вашей згуртованості і дякуючи тепер вже ми в цьому переконані вашей проукраїнськості одесситы дякую вам за мудрісті і миром ми все переможемо тому що у нас робота буде у них немає у нас пенсії будуть у них немає у нас піклування під людей під пенсіонерів під дітей буде у них немає у нас діти підуть до школи до дитячих садків у них вони будуть сидіти в підвалах вони нічого не вміють робити Прошу прощення я конечно сразу должен сказати що я взагалі не фанат Порошенко і я розумію що як для політичного деятеля в будь-якому злучі особливо як для президента фраза эта ризковатая мягко кажучи ризковатая а тепер давайте во вторе ухо вот вы послушали эту всю фразу перевожу если вдруг кто не понял пулями война не решается на тех территориях которые вчера были захвачены сепаратистами сегодня люди нормально живут на тех территориях которые захвачены сепаратистами все будет плохо а у нас все будет хорошо давайте микрофон дайте вы откуда? в Луганске как зовут? Виктор Виктор пожалуйста ну тогда вопрос если вот пулями войны не решаются проблемы а почему даже тогда в 14-15 году когда была уникальная возможность просто приехать и провести диалог с людьми почему зашли с позиции силы? никто об этом не думал а сейчас виноватых в этом никто не ищет ищут видим сейчас с той стороны виноваты только Луганск и Донецк а в Киеве ж никто не виноват не Луганск и Донецк виноват никто в Украине кто-то пришел в Луганск и Донецк с позиции поговорить а пришли с позиции силы с позиции поговорить не было общения и диалога не было вы хотите чтобы я сейчас оправдал действия той власти я этим заниматься не буду я просто привожу аргумент тому же что вот было сказано позиции и диалога не было было сказано про фразу я поставил фразу пытаюсь понять что не так с фразой это что фраза или нет? ну да а еще не та еще какая то есть там еще на митинге он выступал тоже не в этом не в дворце а на улице это было сказано там эта фраза не одиннажды звучит я понял я вот какую нашел был но когда была возможность у него приехать тот же самый Луганск никто не приехал за хлеб это обман потому что хлебозаводы всегда у нас работали все и хлеб поставлялся ежедневно и очереди не было не за хлебом да с водой были переборки я не против везде были заводы но вода постоянно привозилась это тоже вода постоянно привозилась а люди не стояли в больших очередях и это обман что там две бутылочки поставил и все это обман полный вопрос вот смотрите я согласен с вами вопрос просто а местные власти ДНР и ЛНР так называемых обманывали вас? или они всегда говорили правду? насчет чего угодно насчет чего угодно просто просто давайте задекларируем факт обманывали или нет? нет если вы скажете что они абсолютно честные я скажу окей все обманывали обманывали все обманывали и каждая обманывали ну вот и я вам говорю о том что в принципе я не собираюсь оправдывать действия потому что я например тоже многого не понимаю я ну я задаю вопрос опять таки как это Гиркин Стрелков известный да? спокойненько покинул Славянск спокойно покинул Славянск в четырнадцатом году с колоннами с колоннами когда их там должны были уничтожить и спокойно зашел в Донецк что это было? это везде так на воде договорились и Харьков Харьков точно так видите я ж я не пропагандист знаете я пытаюсь найти факты вопрос зачем убивают людей зачем погибло уже 200 тысяч человек за что? была объявлена мать его так денацификация я вам показал про денацификацию показал дальше что еще? какие планы? какие планы у российского президента? какая цель? где должно это все закончиться? можете задекларировать? чтобы потом хотя бы можно было понятно спросить ну добились или не добились? потому что они ж увиливают все время от ответа непонятно чего они хотят добить вот как увиливают была денацификация демилитаризация потом ввели термин десатанизация даже был вы слышали о нем? пытались но не смогли его оправдать они понимали что это все не работает чтобы оправдать войну и сейчас вот Владимир правильный вопрос дает что сейчас делают русские в Украине? какая цель этого всего? демилитаризация демилитаризация десатанизация не работает что? вот мы вас спрашиваем да? ну что думать это легче станет? да легче станет да легче станет потому что наши каналы смотрят по 100 тысяч по миллиону человек таких как вы дали нам решать сейчас сейчас это непонятно раньше было нам понятно как жителям Донецкой и Луганской области да мы мы хотели если не автономию то не дали автономию то уже отсоединяться это наш был выбор так как мы жители жители да жители этих регионов вы видите вы даже не знаете за что референдум там был ну изначально он был об оцененении да да а потом а потом оказалось это как автономия ну как это оказалось если там если там вопрос независимость остаться в Украине два всего лишь один вариант ну бланки были разные допустим так бланки бланки были одинаковые при том что в ЛНР что в ДНР они были одинаковые не знаю но я вам их сейчас покажу в моем бланке было отсоединение правильно присоединение к России ну правильно вот потом мне конечно стало непонятно почему в составе Украины все таки мы как референдум автономии я вам хотите я вам объясню объясню вам интересно это правда ну вот смотрите что мешало России забрать вот Донбасс все 8 лет тоже непонятно ну вот что мешало ну какое принципиальное отличие от Крыма может быть неполномасштабными военными действиями нет это 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 знаете такое просто слова ну что автономная не автономная какая разница она и та и та по факту де-факто под контролем России ну и что зашли забрали в чем проблема что то аннексировали что то ну вроде проблемы нет да смотрите какая история появились минские соглашения все знают о них да да конечно в чем там камень преткновения в минских соглашениях кто-то может сказать почему на чем не сошлась Россия и Украина мы выполнение правильно правильно каких именно каких именно прекращение не не а граница была в самом последнем по-моему пункте Российская Федерация говорила что границы вернут после проведения выборов и тому подобное то есть там получается так Украина вернули границу сразу и провести выборы впоследствии а Россия это последний пункт там ставил возвращение границы то есть после проведения выборов да совершенно верно ну точнее да 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 там два противоречивых пункта пункт первый противоречивый ну я не говорю последовательность а один пункт в котором было сказано что Россия передает Украине контроль над границей после проведения выборов второй пункт который ему противоречит гласил что выборы должны там быть проведены по украинскому законодательству и стало совершенно непонятно как же ж выборы могут провестись по украинскому законодательству если украинское законодательство в прямом смысле этого слова зайти туда не может его не пускают люди с автоматом потому что Украина границу не контролирует и не контролирует всех этих людей которые там находятся во время выборов при этом первый шаг Украина сделала мы приняли после Минских соглашений закон про особый порядок местного самовередования в окремых регионах в Донецкой и Луганской областей знаете это и есть в народе как говорится закон о особом статусе он был принят и закон о амнистии также был принят в пятнадцатом году но следующий шаг это было проведение выборов и вот здесь вот никто они не смогли сойтись на том как их проводить и я как бы прекрасно понимаю почему не смогли сойтись потому что России нужно было чтобы выборы были проведены так как им ну так как они референдумы проводят например так как в России выборы проводят вот в Херсоне например нарисовали девяносто пять процентов жителей Херсона как бы за Россию ну как только оттуда Россию выбили оказалось что ноль процентов за Россию ну вот то есть и им нужно было провести естественно на Донбассе такие же выборы то есть поставить там полностью всю вертикаль власти выгодную Россию таким образом они всунули бы Луганскую и Донецкую область в Украину но на особом статусе и со своими удельными князьями таким образом Россия получала бы в Украине примерно пять миллионов электората который голосует так как нужно России ну и собственно говоря если пойти дальше то после этого шага до полного развала Украины оставались бы считанные годы потому что другой регион он бы сказал фу а почему у этих у этих какой-то особый статус своя милиция своя прокуратура свои суды а у нас нет давайте мы тоже сделаем таким образом я думаю был план в принципе подробить Украину и просто таким образом политическим путем ее уничтожить и еще здесь важно этот регион после этого всего мог бы блокировать внешнюю политику Украины конечно то есть они бы получили бы таким образом гарантированно четверть Верховной Раде ну а там дальше дело техники по большому счету российская пропагандистская машина работала в Украине каналы Медведчука работали прекрасно вещали при том же Порошенко между прочим и там было бы ну там было бы дело техники как политическим путем захватить Верховную Раду прийти к власти в принципе по большому счету на прошлых выборах ОПЗЖ по-моему вообще оппозиционная платформа за жизнь так называемая это чисто пророссийская сила заняла второе место 40 мандатов они взяли после Слуги народа поэтому я думаю что если бы им удалось всунуть Донбасс в Украину вот на такому таким вот макаром то все там уже вопрос за тем чтобы поставить своего там президента и взять большинство в Верховной Раде в принципе не стоял бы понятно я объяснил разделяя и властвуй знаете такой как быть термин да вот до этого вся политика на это была направлена то есть никакая защита Донбасса и людей никогда там никого в принципе не интересовало просто использовали этот регион для достижения вот таких вот целей но в последний момент в нормандском формате там по-моему от нас присутствовал Ермак от России присутствовал Козак стало очевидно что этот камень преткновения перейти невозможно и после этого произошло полномасштабное вторжение после этого Путин гордо и пафосно заявил о демилитаризации деноцификации и еще наплел кучу чепухи куда сейчас делся этот пафос у него правда вот вопрос да потому что тогда был киевский режим а сейчас уже партнеры украинские знаете риторика изменилась потому что Россия заканчивается там где и насыпают это если так маленькая ремарка вот и вопрос знаете тут такой например у нас нет никаких сомнений в том что Украина вернет свои территории ну вот вот вы житель Луганск Донецк Горловка и так далее ну вот вернула Украина свои территории вот мы пришли туда в чем между нами может быть проблема вот я стандартный житель Украины вот вы стандартный житель например Луганск или Донецк Горловки неважно какая проблема почему вы так думаете потому что мы сепаратисты террористы изменники родины я уже не в этом вопрос Владимира да вот например Сергей вы со мной разговаривали я западная Украина между нами есть какая-то большая разница мы можем найти общий язык с вами можем ну то есть я бандеровец для вас правильно вот такой нет я же бандеровец ну давайте честно говорить а смотрите мы о другом говорим смотрите мы сейчас мы сейчас я приехал в 86-ом году сюда в Ивано-Франковск 86-ой год сов гарни хлопцы спрашивают о хлопчик вот извидки я говорю с Донбасса о москаляка все этим все сказано восточная Украина Донецк для западной Украины всегда были москали и что дальше что произошло ничего ничего вот и все все нормально вы нормально поездили по Франковской области так же как они проезжали в Донецк нормально ну вот просто вопрос нормально при союзе я не только в Франковской области был я и в Узбекистане был Мы не говорим об этом. Для вас проблема не Узбекистан, да, когда мы говорим, для вас проблема Западная Украина. Вы нормально там поездили? Везде ездили. Просто отношения людей, высказывания. Правильно. Отношения всегда были проблематичными, потому что нас всегда называли хохлами, а мы их всегда называли москалями. Только это у нас сейчас разговор на уровне первого класса. А ты меня обозвал, а я тебя обозвал. Потому что 100 тысяч человек, с одной стороны и с другой стороны, это я уже грубо беру, лежат в земле, ребят, понимаете? Их уже никогда не будет. И кто кого уже обозвал, это уже не вопрос. И когда это началось, это уже не вопрос. Вопрос в том, как это остановить. Я вам говорю, что если Украина придет туда, я вам договорю просто, Украина придет туда, вернет себе свои территории, у вас ни у кого вообще никаких проблем не будет. Почему вас признали изменником Родины? А вы не изменник Родины? Ну давайте честно. Вы кто? Правильно. Взял в руки оружие, пошел на вооруженные силы Украины. И в Донецкой области, как обещали, как лапшу на уши везли, а засунули в сумму. И даже если бы вы пошли в Донецкой области и в Луганской области, вы все равно были бы изменником Родины. Просто потому, что вы не понимаете, ну для вас нет этой градации, я же с вами наобщался достаточно. Для вас нет градации украинец, россиянин. Вы кто? Я живу на Донбассе. Не, ребят, так не бывает. Ну так не бывает. Вы либо украинец, либо вы россиянин. Определяйтесь. Если вы россиянин, чемодан, вокзал, паспорт, поехали в Россию там живите. Вы думаете разделение, вот вы говорите там, да, вы говорите там бандеровцы, москали, да, вот вы говорите это разделение как бы в Украине есть. Вы думаете, ну что там одни других называют, вы думаете такое существует только в Украине? Вот простой вопрос, да. Такое существует только в Украине. Я вам открою секрет. Я всегда говорю о Италии, я ее хорошо знаю, да. Север с югом плохо живут. Потому что юг беднее, а север богаче, да. И, например, северяне, итальянцы, они не любят юг, потому что там мафии больше и так далее. Юг не любит север. Вы знаете, как мне северяне говорили, итальянцы, как они называют всех, кто ниже Рима. Представляете себе Италию, да, вот она так в длину идет. Всех, кто ниже Рима, это уже юг. Знаете, как называют? Террони. У них есть такой термин. Землеробы. Это как бы, ну, то есть у них индустрия хорошо развинута, это промышленность и так далее. Они не любят, но они хорошо живут. Юг ездит на север, север ездит на юг. Юг ездит работать на север, север ездит отдыхать на юг. Да, там подколы есть, как здесь могут быть, да, там москали, бандеровцы и так далее. Но страна единая, да. Вот, вы говорите о 80-х. Вы же не смотрели фильм французский «Бобро пожаловать» такой? Там, где они друг с другом стебутся с север-юг Франции, там тоже эти проблемы. Баски во Франции, там тоже всю жизнь хотят, они считают, что они должны отдельно. В Испании и Каталонии те же проблемы. Да куча народов друг с другом стебется. Как? Баски не Испания? Испания, Баски, там территория, часть, да, там она и захватывает и Францию, и Испанию. Каталония. Каталония это другое. Каталонцы, каталонцы это в Испании. В Испании, да. А Баски, они там, ну, короче. Да, подколы везде есть, везде есть подколы. Я о другом говорю. Мы же общались вот с Сергеем и так далее, да. Вы же сами говорили, да, что мы похожи, да, мы украинцы. Мы украинцы. Да. Мы украинцы. Я же вам сказал, что я вас считаю украинцами, несмотря на то, что там происходило, да. Вы такие же, как мы. Просто у нас немного по-другому это все было образовалось. Была австро-венгерская империя на западных землях, где мы были свободными. Ну, я вам говорю. А там пять веков была Россия. И просто давили. Пять веков давили. И поэтому вы сейчас разговариваете русским языком, а у меня родной украинский. Я хочу привести один аргумент в пользу того, что никто вам ничего не сделает, когда вернется в Украину. Почему вот вас обвиняют в чем-то, судят, вы получаете срок, да, а при обмене вам дается амнистия? Почему? Девятый месяц. Не дается амнистия. Снимается? Обвинения. После обмена с вас снимаются обвинения. Это договоренность с двух сторон, потому что украинцы тоже снимаются какие-то там. На украинцах они и быть не молодым. Терроризм там на территории, так сказать, все же и украинцы. Слушайте, ну это ж спектакль. Как это Россия может обвинять Украину в терроризме на территории Украины? Может не Россия, а там местные власти. Ну там местные власти это тем более спектакль. У них нет юридического статуса. Но они не закреплены международным правом. Какой право возглавившийся? Тем не менее. Тем не менее добились боевые действия. А вот. Давай все-таки возвратимся это резюме какое-то сделаем о нацизме. То есть кто еще хочет сказать о нацизме? Нацисты украинцы или нет? Вот в своем большинстве. 40 миллионов нас. В большинстве нет. Следующий вопрос. Россияне нацисты или нет? Точно так же в меньшинстве. Короче, проблема как была, так она и есть. Но это точно не повод для войны. Верно? Нет, конечно. Повод для войны. И все-таки с вас снимают обвинения, потому что вас никто не собирается в дальнейшем преследовать. Да, я вам скажу по-рабоче-крестьянски. Да задолбутся просто. Всех братья сажать. Серьезно. Ну не забивайте себе голову этой чепухой. Этого не будет и не произойдет. Понятное дело, что такие как Чепушилины и все, типа Нездушилины и все прочие. Ну, понятное дело, что им придется бежать в Россию или еще куда-нибудь. Или их вообще просто убьют, как Стремноусова. Знаете такой Стремноусов был? Стремоусов. 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 Да, у него такая фамилия, что я понятен. Знаете такого? Херсония. Ну, пропагандист в Херсонии. Гауляйтер. Да, рассказывал. Где? Так сажал. Вот так вот. Сейчас вот вы все сидите. И рассказывал им про то, что в Украине тут геи. Короче, все из всех пытаются сделать геев. Знаете, что с ним случилось? Я думаю, что у него была какая-то проблема просто реально с этими геями. Какая-то травма детства. Потому что тут так много об этом говорить. Это серьезно надо. Короче, они его расстреляли сами. Когда оставляли Херсон. Ну, подали это как ДТП. Ну, машина. Что вдруг с ним случилось с ДТП именно в тот момент, когда они Херсон оставляли? Еще когда они были в Херсоне. Ну, это гаутляйтер Херсонской области должен был быть, да? Он как бы глава Херсонской области. Глава типа Сальдо, да? А он зам. Да, да, да. Зам, да. Стримаусов зам. Сальдо, да. И вот свои же. Сальдо убежал в Россию и молчит. А с Тремноухов он просто очень много говорил. И ничего другого, кроме как ДТП с ним придумать не смогли. То это я говорю о судьбе всяких чепушилиных и всех остальных. Ну, там понятно. Это четко. Это предатели, которые реально топили за русский мир именно отбито. А вы, люди обычные. Ну, вы сами в этом признаетесь. То есть, я воевать не хотел, меня взяли и заставили. Саша, за что вас? Семьи своей крови. А политики были далеки. Саша. Извините, вот вы говорите, вот я не хотел воевать, нас послали, да? Хорошо. Но почему тогда ваши многие политологи с Украины, которые выступают много на передачах, на российских, и там пооставались. И вы теперь считаете тоже их передателями, так же, как сначала они были за Украину и все поливали. Почему я считаю? Ну, вот, многие считают так же. Я считаю ведь людьми, которые зарабатывают бабки, как могут. Вот вы говорите завтра спермоухово, чем... Ну, как... Снимоухово. Да. Вот дали в одну передачу, которая сейчас вечером, какая называется, бункер. Там тоже как поливают гязьо. Не только, ну, не только России, но и мобилизированы, как хотя так называют. Это же тоже нехорошо. Ну, я... Это показывает еще до детского времени, когда дети... Много чего нехорошо. В чем вопрос? Да. В чем вопрос? В чем вопрос ваш? Ну, везде разные люди есть. Ну, кто? Да. В семье не ведутся. Ну, да. Да. Вы говорите то, что украинские... Те, которые, ну, грубо сказать, если мы хотим, да, чего-то договоренности... Ну, Луганская, Донецкая область, там, Украина. Если хотим, какие-то договоренности. Зачем это показывать на всего преображения, когда еще дети? Эти тоже могут воспитываться. Ну, о чем конкретно? О какой передаче сейчас? Ну, вот, Байрактар. Который идет. Который показывает всякую, ну, лихинею, грубо сказать. Это у нас тут идет Байрактар. Да, да, да. Что там показывают? Я телевизор не смотрю. Да, я тоже не смотрю. Ну, посмотрите, просто вы потом искаете... Так а что, что рассказывают на Байрактаре? Ну, а чего? Ну, например, ну, что вас резануло, мне это важно. Поймите, я не политик, я не заведую информационные, но меня чуть-чуть смотрят, и могут что-то, до них может что-то дойти. Да, ну, что, что конкретно, что там показывают? Что резануло? Триггер, в чем? Короче, там кривое зеркало всего. Ну, нас смекаются. Да нет, давайте так, это факт, что вас, ну, как бы вам резанул. Нет, не общими фразами кривое зеркало. Нет, то, что нас смехаются над русскими, так над ними еще будут лет сто нас смехаться вперед. Можете в этом не сомневаться. Ну, то есть их судьба не завидна. Такая же, как судьба нацистов во второй мировой. Я вам сейчас... Мы просто остановились и разговариваем. Тут много материалов интересного, который точно сводит речь Гитлера и Путина, например. То есть посмотрим сейчас. Ну, я просто, в чем триггер? Правильно. Ну, скажите, в чем? Поняли или нет? Ну, там много чего. Ну, фактур того, что учат, ну, как говорится, извините, два человека, которые выступающие в 95 квартале. Да. Учат тех же детей, так же, как говорится, ну, с украинской страны, молодежь. Учат тому, что в Луганской и Донецкой никто. Область. Ну, грубо сказать. Ну, хрен его знает. Я не сильно понимаю вашу мысль. Ну, в общем... Ну, 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 Женя... Как Женю звать? Лысый. А... Кашевой. Ну, ну, Женя Кашевой, да. Не хорошо ты так делаешь. Ну, ну, пошли. Вам уже быть там можно, а почему нам надо? Да можно. Мы... Да можно. Давай, Женя, запишем сейчас это самое. Да. Хотите обращаться к Кашевому? К Кашевому? Так, у нас... У нас всего минута на кружочек. Так, Женя Кашевой, тебе передают вот земляки привет. Что ты там рассказывал на Байрактаре? А ну, быстро давай. Говори. Ну, что, что неуважение к Луганской и Донецкой области. Не только к России. Ну, и не к Луганской и Донецкой области неуважение идёт. Ну, к России... А почему к России неуважение, понимаешь? К России то, что война началась. Они её начали. Разреждали, да. Никто не понял, что разреждали. А конкретно к Луганской и Донецкой области в чём там? В чём это? Чмобык и тому подобное. И вот обучение это идёт, как говорится, на молодёжь. На молодёжь. Так, ну, ну, Женя. Зачем на молодёжь? В общем... Вот люди обижаются. Нельзя. Мы работаем сейчас. Потом посмотрите это видео. У нас тут серьёзное общение. Правда серьёзное общение. Так что... Всё. Так. Ну, вот, собственно говоря, есть. Женя сейчас нам ответит. Шутки шутками, знаете. Но война — это не шутки. Шутить можно бесконечно, короче. А война — это реально серьёзная история. И мы как-то что-то пытаемся вот с этим сделать, да? Как-то немножко поговорить о том, что да, проблемы как бы-то есть, но вашей отправки сюда в Украину, скажу прямо на мясо, оно не стоило. Ну, не стоило. Вот. Вот. Поэтому давайте вернёмся тогда уже к нацизму, раз мы, типа, ну, кому-то, если интересно, вот это вот. Так вот, в дальнейшем, если будут проводиться такие беседы, могли бы вы нам показать видео с обратной стороны? Вот интервью ребят из ВСУ, как у них там берут интервью, какие поставленные вопросы, как они, что они отвечают? Хотелось бы... В России вы имеете? Да, да, да. Могу, если вы мне скажете, вам зачем это? Какие вопросы им задают, понимаете? Что они отвечают? Сопоставим. Что они думают о войне? Я могу рассказать вам. Я вам скажу, у нас многие воюют, да, в 2014 году, почему? Потому что, ну, очень много погибло людей, понимаете, местных, местных людей, детей очень много. И обстреливали АТО, ВСУ, понимаете, именно вот, ну, я понимаю... А мы об этом сейчас ещё будем говорить. Ну, как обстреливали АТО, ВСУ, мы ещё сейчас будем говорить. Это вообще отдельная тема. Погибали люди, именно мирные граждане. Да, понимаю. Это было там где-то, ну, передовой там, да, там своё там. А это люди просто ехали и стреляли просто по городу, понимаете? Да, да, да. Из-за этого люди на Донбассе очень, ну, как злые, понимаете? Да, я это знаю. Именно злые. Я вот пытаюсь с вами это всё сейчас посмотреть. Просто у меня есть немножко аргументы, что по Донбассу стреляла и Россия тоже, как минимум. Я не буду утверждать. Как думаете, Россия стояла по Донбассу? Сергей, ну, мы с вами разговаривали. Вы же сказали, что тяжёлая техника стояла во дворах. Такие случаи есть. Стояла во дворах и долбила. Они специально там затягивали, чтобы долбили. У меня есть эти видео. Вы же сами это признали. Как Россия стояла в мирных районах, как она долбила по ВСУ. Ну, а как вы думаете, если Россия к вам зашла и долбит по ВСУ, ВСУ будет долбить в ответ? Ну, секундочку. Если они долбили ночью и уехали, а в два часа дня, в три, по центру, по рынкам долбят именно... А это вы уже пытаетесь меня втянуть в дискуссию, на которую... Мы можем только рассуждать. Факт того, что Россия зашла, зашла. Долбила, долбила. Всё это списать, забыть. Ну, например, у меня никто... Никто не будет ничего забывать. Никто ничего никому не будет забывать. Я вам больше скажу, когда вы вернётесь в Украину, у нас ещё очень серьёзные проблемы будут в этом смысле. Потому что они не да и будут возникать вот эти вот вопросы, что... А знаете, как будет выглядеть это общение? Знаете, как будет выглядеть это общение? Это общение будет выглядеть следующим образом. Ты зачем меня обстреливал? А ты зачем позвал себе русский мир? По ножу раз... И всё. Вот так вот будет приблизительно это происходить. По автомату, наверное. Может по автомату. Короче, будет проблема. Это нужно будет очень жёстко пресекать. Это очень серьёзная работа у правоохранительных органов впереди. Потому что мы считаем, что виноваты вы. Потому что если бы вы не выбежали туда с плакатиками, с этими дебильными, с российскими вот этими тряпками. Вообще-то-то б не было бы, понимаете? Вообще-то не было бы. Та иногда вообще ничего не было. Жили нормально, но в Майдане живут. Одну секундочку, покажите мне видео с Майдана, и я вам сейчас вам дам интернет и час времени, да? Покажите мне видео с Майдана, где на Майдане доптались по украинскому флагу. Покажите. Можете? Почему вы тогда топтались по украинскому флаку? Причем здесь топтались? Зачем он вообще нужен был? Жили и нормальное все. Зачем флак украинский? Флак украинский зачем? Вопрос следующего характера. А в чем проблема? Почему вы считаете, что... Я в НАТО? Это сейчас для меня проблематичный вопрос, потому что я что-то не очень вижу. Давайте по одному, парни. Ну серьезно, каждый может высказаться, но давайте по одному. Майдан. Люди вышли на Майдан. Для чего? За лучшие стандарты жизни вышли. Им надоела коррупция. Это кому-то выгодно. Подождите, ну стойте. Ну что вы сразу все переводите в какой-то вселенский масштаб. Кому-то было выгодно. Я знаю, за что вышли люди, я знаю этих людей. Они вышли, их задолбала коррупция, их задолбал бандитизм, их задолбало Решалово бесконечное везде. Они вышли за другие стандарты жизни. В чем проблема? А это заплаты получают? А? К сожалению, нет, потому что людей обманули в очередной раз. А привело к каким последствиям? Не-не-не-не, подождите, подождите. Что значит привело? Что значит привело? Люди вышли, люди имели право выйти? Выйти. Потом что происходит? Вот они вышли. Потом Беркут. Начинают их тупо валить палками. Извините, мы украинцы, мы не россияне. Мы не будем давать, загнать нас под принтус, как это в России. Показать вам, как в России это происходит? Да, бить. Да, бить. Там люди не могут с чистым листочком выйти. Не-не-не, мы не рабы. Мы не рабы. Не надо. И после того, как Беркут начинает бить людей, естественно, мы начинаем бить Беркут. Интересная штука. При правительстве Янковича было 13 миллиардов долларов. Сейчас я мне показываю. 103 миллиарда и 38 миллиардов. Мы просим еще. Извините, кто с Луганска, кто с Луганска, поднимите руки. Сказали ему интересную вещь? Когда начиналось вот это все, так называемое ЛНР, Болотом, кто такой был? Болотом, кто такой был в 2014 году для Луганска? Вот, который это все начал, так? При нем началось. При Болотове, да? Открыть вам секрет, ребят. Это только все начиналось. Я был с иностранными журналистами. И Болотов в личном разговоре, он сказал. Мы за то все, что на Майдане. Болотов это сказал. Мы за то все, что на Майдане. Люди выступили за правильные вещи. Нет, я не об этом говорю. Вот вы говорите Майдан, мы и так далее. Если честно, если честно, большего бенефициара, чем Россия, у Майдана не было. Могу привести аргументы? Большего выгода получателя у Майдана в Украине не было, чем Россия? Вы сказали, что лес там все. А у вас в Донецком хотели... Потому что, я вижу вашу эмоцию, я объясню, что произошло. Когда у нас сменилась власть... Тогда почему, если бенефициара в России, почему тогда выгодополучатель не получает того... Ну, я ваши слова беру. То есть выгодополучатель не получает того, чего хочет достичь. Выгодополучатель сразу же получил Крым и зашел на Донбасс. Согласен, да. Но последствия как бы... Все равно пришли силы, которые провели действование России. России. Зачем? Я на кое-чем выяснил про российский эффект. Вы знаете, тут можно рассуждать. Дело в том, что вроде бы как пришли силы, которые противодействовали. И вроде бы как тут есть Медведчук, у него открывается 5 телеканалов. Он прекрасно ведет свой бизнес. У ПЗЖ получает второе место в Верховной Раде на выборах. Готовится принятие Донбасса на особом статусе еще чуть-чуть. И его бы, скорее всего, приняли бы. И получилось бы все с точностью. Наоборот, получилось бы, что Украина, а, потеряла часть территории в виде Крыма. И, б, еще и предоставила особый статус для Донбасса. Что, ну, об этом я уже говорил. Я думаю, вы поняли. Ну, ПЗЖ, по-моему, позже, она... В 19-м году. В 19-м? Нет, в 19-м. В 19-м, да. Ну, не сразу, конечно, нет. Майдан, да, в 2014-м год разделяет... Да, ну, так Крым-то забрали в 2014-м году. Ну, так разве это не бенефициара забрать, аннексировать Крым? Ну, скажем так... Это же сакральная территория для России. Это, ну, Путин себе там поднял рейтинг просто до небес, как собиратель земель и все такое прочее. Ну, это разве не бенефициар? Ну, Крым, да, но в остальном, по-моему, получилось наоборот. А в остальном бить, да. Не додумали чуть-чуть. Не рассчитали просто. Это тот же вопрос, как, например, что делали российские танки под Киевом. Сейчас вот. Вот сейчас вот. 8 месяцев назад. Понимаете? Тоже же не подрасчитали немножко. Ну, не просто что... Я понимаю, я разговариваю с некоторыми особо одаренными российскими офицерами, которые мне говорят, да, зашли и вышли, это жест доброй воли. Ни хрена себе жест доброй воли. 25 тысяч только зафиксированных потерь у России только за первый месяц. И хороший себе жест доброй воли. И что харьковское направление, что киевское направление. Вышли, вышли. А я у Майдана других вот бенефициаров, таких конкретно зафиксировано, вот что можно вот сказать, кроме России, не вижу. И по поводу вот этих обстрелов с Крыш, когда рассказывали Мамука Мамулашвили, мой хороший друг, что это он нанимал грузинских каких-то снайперов, сделали про него столько там нарезок, и у израильского, и у итальянского, еще у какого-то телевидения заказали, и якобы основываясь на материалах зарубежных журналистов, якобы рассказывали о том, что это он там собрал. Только они ему даже печать в паспорте подделать грамотно не смогли, потому что слова некоторые, которые пишутся на английском, они просто написали неправильно. А он мне разворачивал свой паспорт, показывал. У него не было тогда в Украине. Не забывайте, что это территория Украины. Тому Донбас это Украина, нехай все памятают. А те, кто сунул, получил, ибень, вибачьте за хранцузьку мову. А мы, между прочим, иногда звоним домой туда, в ваши региони, отвечают женщины такие, в возрасте украинские. Да нет, короче, он говорит, что они смотрели этот Байрактар Ньюз, и там кто-то призывал, рассказывал о том, что надо мочить детей и Донецка, и Луганска, короче. В общем, у них такая *** в голове, если честно, что там вот, мы им факты показываем, факт просто белая, а они говорят, я ***. Это про кадры из Донецка, потому что это факт, что там убили украинского актива, это факт. Это такая *** передача. Вообще, наверное, настраивались на юмористический лазер. Где они эту *** убили, это какой-то ***. Я теперь понял, дядь Волк, хорошо. Не могу сказать, что на душе стало спокойнее, ***, но с вами информация такая ***. Ого. Субтитры сделал DimaTorzok